«Почти весна» санкт-петербургского режиссера Надежды Крыловой. Фильм оказался непревзойденным по всем номинациям. Присутствовать на награждении в Краснодаре режиссер не смогла, но на связь вышла по скайпу. История победителя разворачивается в далеком будущем, где отношения строятся не на взаимной симпатии, а на генетической совместимости. И если с медицинской точки зрения возлюбленные не подходят, это карается обществом. Антон Корбин отрицательно, Ульяна Новикова положительно. Связь невозможна. Герою картины приходится идти на преступление, менять прошлое девушке. Вот только результат получается неожиданный. Внешне ничего в любимой не изменилось, но на каком-то энергетическом уровне она стала другой. Невидимая для глаз, неощутимая для моего сверхобонянина. Какой-нибудь один процент. Но, возможно, мы любим как раз этот неуловимый процент, эту сотую долю, которую им в силах назвать. А может, никому не дано переделывать свалку. Не остались без наград и краснодарцы. Специальный приз и призовое место в номинации «Лучший фильм» досталось победителю конкурса «Краснодар и я люблю тебя» Сергею Немчинскому. Ради фильма пришлось идти на риск, рассказывает он. На свалку не пустили, проникали нелегально. Ведь история о загрязнении атмосферы разворачивается на непригодной для жизни планете Земля, где без специальной защитной пленки никуда. Решение будущих проблем человечества режиссер ищет в прошлом. Когда-то в древности не было мусора. Почему? То есть не было даже бытовых таких отходов. То есть все, что являлось отходами, это могло переработаться. То есть пища, осадки пищи, они могли в земле спокойно разложиться. Остатки каких-то орудий, их можно было переплавить. Если смотреть на работу, то будущее представляется довольно мрачным. Никаких светлых работ нет. Все с каким-то таким тяжелым, сложным концом. Много навеяно 2012 годом почему-то. Постоянные катастрофы, лишения человеческого рода. Как отмечают участники фестиваля, главная направленность работ – социальная. Нужно, чтобы каждый житель планеты задумался о будущем потомков и перестал засорять Землю. Стиль некоторых конкурсантов напомнил почерк знаменитых режиссеров. Ребята идут по стопам Тарантино. Ничего в этом принципиального нового нет, с одной стороны. А с другой стороны радует то, что у ребят есть запал. И я думаю, что у некоторых есть достаточно большое будущее. Я искренне надеюсь, что там на выходе стоит Константин Эрнст с Михалковым. И всех победителей говорят, мужик, ты с нами пошли работать. На самом деле, по большому счету, ничего не жду. Просто как интересное мероприятие. Если победю, то будет здорово. Если нет, то будем побеждать в следующем. Прежде всего, такие фестивали учат азам кинематографа, отмечают участники. Ведь во время работы над фильмом совершаются ошибки, на которых учатся. Всегда процесс кино – это какие-то невероятные скорости. Нужно все успеть. В последний момент вспоминаю, что тут же был фингал у главного героя. Его забыли нарисовать. Приходится все переснимать. Но кино – это и одновременно сложный, и очень интересный, веселый процесс. А вот зрителям многие картины показались отнюдь неинтересными. Научные ленты не были поняты большинством краснодарцев. Да и в целом, мнение о фестивале получилось противоречивым и размытым. Я считаю, что публика вела себя неадекватно. На самом деле, не оценили по достоинству фильм. Во-первых, я рад, что наши любители кинематографисты начинают делать упор на визуальную сторону. То есть, начинают снимать красиво. Во-вторых, мне не понравилось то, что они не могут четко формулировать свои мысли. Поэтому все кажется разваливающимся на куски. Многие фильмы очень интересные. В том числе, взгляд новый на, собственно говоря, будущее наше общее. В любом случае, когда люди проявляют свою индивидуальность, в любом творчестве, в том числе и в таком оригинальном виде творчества, это всегда хорошо. И мне понравилось, с удовольствием посмотрел. А пока зрители размышляют о картинах далекого будущего, в будущем скором организаторы готовят новый кинофестиваль по Стивену Кингу. Работы будут приниматься до конца мая. Вот такое вот будущее. Что ж, посмотрим в мае, какими начинающие режиссеры увидят произведения кинофестиваль.